Сегодня три года как мужа нет. Мы приехали в минуту. Но оградки нет. По словам Савенковой Натальи, сегодня и пришлось не только плакивать ушедшего мужа. Ситуация расстроила женщину до слёз. Пенсионерка специально откладывала деньги, чтобы благоустроить могилу. С момента установки оградки прошло всего несколько дней. И тут такое. Пригласили, не знаю, директора или зам, не знаю, кто он подъехал к нам. Он говорит, мы ничего не можем вам сделать. И помочь ничем они нам не могут. Вот. То есть вот так он нам ответил. Ваша собственность, вы охраняете её. Но это как понимать, это что, надо ночевать что ли здесь? Рядом ещё одна могила. Здесь родственники усопшего тоже вынуждены в очередной раз устанавливать оградку и столик. Леонид Качан рассказывает, за последний месяц уже третий раз восстанавливает могилу брата. Теперь неизвестные даже выломали надгробную плиту. Ремонт влетит в копеечку. Леонид уверен, неизвестные проложили свою дорогу на окраину кладбища и теперь орудуют здесь, никого не боясь. Вот на днях я говорил два дня назад, я говорю, там сломали забор. Он давно, я говорю, я видел, он недавно сломанный. Потому что я тут езжу уже сколько раз, и говорю, он был целый. Всё. Ну, вроде сделаем, сделаем. Ну, не знаю, делали или нет, но не видать, что не делали. Не видать, что не делали. Как он стоял открытый, выломанный, так и стоит. В мэрии нам пояснили, муниципальное похоронное предприятие охраной кладбища не занимается. Управление благоустройства, в ведении которого находится по ГОСТ, нанимает по контракту стороннюю организацию, сотрудники которой дежурят только на воротах. Ещё есть смотритель, но он по большей части следит за порядком на территории. Серьёзной охраны на кладбище нет. Понятное дело, что вот такие воришки кладбищенские, они не используют центральные входы. А территория кладбища 220 гектаров. Там, конечно, предусмотрен объезд. То есть один КОСТ всё время объезжают четыре раза в сутки. Но это огромная территория. Понятное дело, что в нескольких местах разов там не окажешься. И, ну, в общем, они, конечно, выбирают такие моменты, когда охраны рядом нет. В подобных случаях нужно обращаться в полицию. Там и украденное вернуть попытаются помочь и виновника найти. Заодно определят наказание для нарушителей. По данному факту будет проведена проверка в полном объёме. Будут установлены все обстоятельства. И в зависимости от установленных обстоятельств будет принято процессуальное решение. Скорее всего, здесь речь идёт об уголовной ответственности за повреждение либо уничтожение имущества. Если имущество было похищено, то речь идёт о краже. Предприниматели, которые уже давно в ритуальном бизнесе, уверены, всё это часть коммерческой схемы. Нечестные на руку дельцы пытаются по нескольку раз заработать на похоронах одного человека. Благоустройство одного места захоронения родственникам усопшего обойдётся минимум в 10 тысяч рублей. 3 тысячи придётся отдать за самую простую надгробную плиту. Ещё где-то полторы за её установку. По столько же за лавочку и столик. И 650 рублей за погоны метроградки. Но не все хотят платить даже такие суммы. Как нам рассказали в одном из похоронных сервисов, правда, не на камеру, некоторые люди обращаются к разнорабочим, которые дают меньшую цену. И уже именно они крадут заборчики, лавочки и столики для того, чтобы поставить их у других могил. А в итоге за всё платить всё равно приходится честным людям. Сергей Сеславин, Алексей Гусев, Енисей. Новости.